Мурашки есть, у бывалых Гардианов точно есть. Но это видео не будет ностальгическим нытьем и речами в духе «А помню, как мы трижды слили на девятой катке». Не, в другой раз, может быть, ближе к ресету ивента. Ну а сейчас я просто хочу кратко обрисовать для тех, кто в Destiny недавно, кто такие эти ваши трайлсы, и поделиться своими мыслями касательно их возвращения. Конечно, можно позанудствовать и сказать, что это еще не стопроцентный факт, по крайней мере в правилах какие-то могут быть изменения, однако отрытым из последнего патча датамейнам нет повода не доверять. Да и даже без них уже столько знаков было, предвещающих появление испытаний Асириса, что сомневаться могут лишь безумцы. Итак, я Джонни Лейни, и я рад снова видеть тебя на канале Трипл Вайб. Начнем с инфы для тех, кто вообще не понимает, о чем речь. Объясню механику и почему игроки столь взволнованы очередным ПВП-ивентом. Да, Trials of Osiris – ежеднедельный ПВП-ивент. В игре он впервые появился с дополнением House of Wolves и до самого конца жизненного цикла первой части игры стал любимым событием для тысяч стражей, стримеров и их зрителей. Каждую пятницу игроки собирались в команду Потре и отправлялись на арены сражений в погоне за ценными эксклюзивными наградами. Лучшее оружие, самые красивые сеты брони, редкие эмблемы и шейдеры – все это можно было получить только выигрывая матчи и пробираясь в специальный зал с наградой – маяк на Меркурии. Меркурий в первой части был представлен только этим небольшим кусочком земли, потому к нему было особое отношение – он был окутан тайной, маяк – так называлось это место, больше напоминал брошенный храм, вместо алтаря в котором – сундук с сокровищами. Со стартом ивента каждый игрок в команде должен был купить билет мероприятия у брата Вэнса. Он помогал отслеживать победы и поражения. Для чистой победы и как результата пропуска на тот самый маяк нужно было выиграть 9 матчей без поражений подряд. Но на билете были специальные бафы, которые приобретались отдельно и могли несколько облегчить путь команды к победе. Один баф сразу отмечал одну победу на билете, другой засчитывал первую победу в серии как за две, а третий прощал одно поражение. Таким образом, используя все бафы, достаточно было сделать не 9, а 7 побед подряд. Хотя зачастую для многих игроков всё равно закрытие даже 7 побед было непосильной ношей. Будет ли эта система бафов выглядеть так же или может от неё откажутся – переделают – неизвестно. Так что пока не настраивайтесь на прощение ошибок за поражение, особо-то. Сами игры проходили в режиме Элиминейшн. Сейчас он тоже есть в Destiny 2. И называется в русской версии «Ликвидация». Две команды, по трое игроков, сражаются без возможности самостоятельного воскрешения в играх с таймами до 5 побед. Собственно, само по себе появление этого режима в качестве постоянного в Destiny 2 сначала в лаборатории, потом и в основных плейлистах, уже было жирным намёком на то, что разработчики готовятся к возвращению испытаний. Хотя опасения, конечно же, были. Ведь есть неудачный опыт – испытания 9. Такой же еженедельный PvP-турнир, который был в первом году Destiny 2. Ивент, который очень хотел быть как испытание Асириса, но не смог по ряду причин. Баланс PvP того времени, плохие награды, не тот режим сражений – всё это сыграло злую шутку. И испытания 9 вырезали из игры как страшный сон. Хотя сеты брони остаются для многих игроков самыми красивыми. Ну да ладно, теперь, кажется, нам светит повторение подвигов прошлого? Хорошо это или нет? С таким вопросом мы даже обращались к вам, запостив в нашей группе ВКонтакте опрос, мол, рады вы или нет? И результаты спорные, что ожидаемо. Большинство вроде как рады – 65% против 34%. Но даже часть тех, кто проголосовал как рад, что возвращение состоится, высказывали свои опасения касательно того, что возвращение будет не таким, как все ждут. В основном всех, конечно, пугают проблемы с песочницей, то есть с балансом в PvP на текущий момент. Как я говорил в одном из своих видео, мета не меняется в Гарниле уже слишком давно. И изменится ли она к моменту, когда мы отправимся покорять испытания Осириса – непонятно. Опять же, из-за этой таинственности вокруг режима. Мы не знаем точно, когда он начнется, не знаем, какие патчи будут ему предшествовать. Не знаем мы также и того, будет ли иметь значение ваш уровень силы в матчах Трайлса. В первой части – имел. То есть режим был как железное знамя, зависим от вашего уровня силы. Теперь в игре этот параметр довольно сильно переработан. Сейчас во второй половине сезона можно встретить игроков с уровнем выше 1000 единиц. Насколько их преимущество опять же будет иметь вес? Многие игроки считают, что от зависимости по уровню силы нужно отказаться, и этому параметру нет места в новых испытаниях. Напишите, кстати, в комментариях, как думаете вы, должен ли остаться Осирис, как и в первой части, зависимым от силы игрока? Или все должны сражаться наравне и доказывать свою силу только скиллом? Ты, наверное, сидишь такой и думаешь, окей, новый сезон, сезон достойных, стартует 9 марта, там же походу будет этот ваше испытание Осириса, как мне готовиться, что фармить и что нужно еще знать прямо сейчас. Вообще, да, я видел эти ролики на просторах ютуба о том, как готовиться к Трайлсам сейчас и какие пушки нужно фармить. Я что думаю, видео сейчас вряд ли уже имеет смысл делать. Все же есть большая вероятность, и я надеюсь, что так и будет, что в игре многое поменяется, прежде чем столь важный ивент будет готов к запуску. Вот когда будет ясно, в каком состоянии будет игра именно перед выходом Трайлса, тогда о подготовке и поговорим. Банжи никак нельзя облажаться сейчас. Повторение опыта испытаний 9 никто не хочет. Это элементарно может стать еще одной палкой в колеса. У сообщества и без того уже накопилась масса вопросов к разработчикам. Подробнее обо всех важных проблемах я уже тоже говорил вот в этом отдельном видео. И кажется, я надеюсь, в Банжи понимают риски, которые связаны с Трайлс оф Осайрис. Именно поэтому и привлекают типа беспалево ключевых игроков в ПВП из первой части, вроде Доктора Лупа и Рилкрафти. Они привлекают их сейчас, стримы вдруг появились. Кто не знает, это были главные локомотивы этого ивента и в свое время были топом Твича именно благодаря Трайлсу. Я очень надеюсь, что все эти предварительные этапы перед релизом самого события принесут свои плоды и мы увидим любимый ивент в лучшем виде. Так, чтобы снова залипать в нем безвылазно с пятницу по вторник. На этом все. Спасибо за просмотр, Страж. Не забудь проверить, подписался ли ты на канал, ну и залетай к нам на страницу Патреон. Поддерживай канал, играй вместе со мной, получай эксклюзивные бонусы. Счастливо! Страж. 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 Продолжение следует...